и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в арксервайвл world все так же с модом eternal все так же на сервере арка это просто это но при нас экспо и плюс у мод в общем на что произошло ну как вы видите при за что много если честно произошло очень много с честно во первых я сделал перестановку здесь у меня сейф вспомнил ящик сейф с ресурсами теперь у меня проблемы с этим нету 750 слотов чисто только под ресурсы и здесь у меня всякий шлак типа все дела тогда кстати седлом так здесь у меня всякая фигня для альфа чей вот такой вот лут типа лапок зубов и позвонков она рогов еще вот альфа кибла как видите до сих пор создают седла кристаллы собственно это здесь верстак атерновский поэтому так и храню здесь у меня стоит балковский этот фабрикатор то есть станок поставил наконец-то таких холодильник себе что-то кстати когда перемещал туда-сюда очень много чего терялся удалялся а потом иногда даже возвращалась вот вот эту фигню я также оставил здесь храню тупо мясо и тухлятинку поставил гриндер краше дробилка я все перечислил забыл как он называется поставил дробилку прямо сейчас чисто для того чтобы освобождать вот это вот вот этот сейф ну мне жалко это все выкидывать если честно а по сути почему бы их не поломать все эти предметы здесь у меня обычные предметы здесь у меня три печки здесь у меня стоит генератор до топлива мне хватит дофигища просто так альфа-рэкс альфа-рэкс у его просто тихо в общем пригнали мне альфа-рэкс а сразу же вам хочу сказать о того что вы мне пригоняете существ я не буду не означает что я буду там их в розыгрыш кидать и так далее это так сказать исключение это было исключение и все можно так сказать ну ладно раз уж пригнали альфа-рэксом то давайте я его отдам тому у кого кто будет на втором месте в розыгрыше опять-таки жда розыгрыша кто не знает у меня есть видео на канале для тех кто играет на сервере именно видео на канале с розыгрышем он будет второе место на за второе место левел у него видите 824 level плюс 45 то есть я его специально по максимуму вкачал больше он уже не качается я убивал доминос короче паучих убивал лаван не качнулся я кстати не знаю зачем но здесь вкачан 23 с половиной миллиона здоровья ну ладно это сам человек качал и я не знаю зачем в общем маленькие королевство маленькое королевство это тот человек который перенял этого рекса и здесь болит в крылья вечно вырезаюсь а потом думал в чей-то я врезаюсь здесь кстати плюс 113 левов дополнительных к этому то есть это 747 747 лэвл будет здесь я правильно посчитал и дополнительный лавал там не дадут это мой бронтач я его чисто брал для того чтобы лутаться но знаете чё то как-то трайк мой лучше причем поясом трайк мой лучше добывает ну ладно посмотрим собственно я добывал цветочки им а там уже посмотрим а что да когда где в общем нам антикорку розыгрыш у меня в группе так что не забываем если вам выиграть на сервере и вам нужен кто-то из них двоих то обязательно делайте репост большим на канале найдете видео так что там все описано рассказано что же я хочу я сейчас хочу выбрать для себя так сказать выберу то что я точно не буду ломать крушить и остальное я хочу поломать покрушить и уже то есть сейчас допустим пару комплектов брони себе оставлю в металлической а пару комплектов инструментов на всякий случай что-то еще но копия такой себе ну тоже оставлю одно седло пооставляю потому что они могут пригодиться но не все опять таки же на все разломаю и посмотрим что я в итоге получил кстати из с плюс модом можно переключить на газ то есть топлива либо на электричество я переключил его на электричество и вообще все пасяло кстати из с плюс можно все переключать на электричество а стандартный не знаю можно ли в общем сейчас все раздроблю раздроблю и посмотрим что я получил вот из этого практически всего ну и смотрите что получается во первых я себе оставил вот эти предметы то есть здесь так ну во первых да это та самая винтовочка как видите инструменты хорошие бронь кота которая близится к 1000 ну в целом они которые сама мощны пару копий меч оставил потому что всего лишь 11 у меня и один оставила его и седла из седел только вот этих было много собственно я его я сам лучший выбор ну и давайте смотреть суда как говорится только самый глупый человек не догадался распилить стрелы есть уж на то пошло учитывая что еще наверно месяца два когда еще arkham the life стрима я показывал как дюпать себе предметы я вам сейчас показываю то что нужно делать вот собственно что мы получаем особенности на вот этом а ну еще не забываем не забываем не забываем опять таки же это все я добывал на протяжении долгого времени вот еще проект не забываем и кстати да улучшена не тебя нам с ней больше еще падает в общем это все о создать она у меня чертежи его просто я могу а нет а прикольно 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 в общем это все это все это все это все получается схлама схлама который я мог просто выкинуть то есть 10 20 почти 21000 металла 5500 5500 полимера кстати давайте сразу же в холодильничек закинем до чтобы он хранился хорошо собственно полимерчик мне не повредит и кстати не знаю с чего пример выбился странного точек крови не будем они на нее обращать внимание опорах 1 1 патрон ну он просто нельзя его раздербанить никак а чертежи не смотрите я просто взял все и поэтому жди поясняется раздербанил то есть как бы не обращайте на это все внимание это все фигня которую вы выкидываете черт прибери у меня перевес да не обращайте внимание ну бывает взяли выкинули до странного тучи стрел а я их зачем-то сохранил ну не знаю зачем ну привилегия такая сохранять всякий хлам корень шучу и вы прекрасно понимаете о чем я сейчас говорю суть тела в чем суть дела в чем как вы из название уже поняли я показываю способы о том а как добывать я забыл дай на влад как добывать дай на блат и собственно это один из способов я этот способ показывал уже очень-очень крайне давным-давно если честно я участвует раздербанил я думал нафига ему делаю этот дробилку ну зачем она мне и нас меня купится и учатся скидываю ресурсы в огромном количестве и я понимаю что черта бери я мало того что в пылюсе в сраном гринделка она есть что дробилка она стоит очень много есть если что-то пошло ой господи чужим гринт вот три тысячи двести металла 2000 кристалла цветная паста 800 и нефть 400 одно еще полимер 600 я думаю по полимеру я в минус ушел но вы сами видели насчет полимера 5000 дополнительных я заработал вот такие вот дела в общем это первый способ того как заработать но этот способ вам подходит лишь тогда лишь тогда когда у вас уже как вы понимаете есть и ресурсы и так далее а в целом конечно этот способ нафиг не нужен когда у вас есть жуки на ресурсы здесь они как я понял все-таки есть существует и все нормально кстати да здесь ничего не изменилось я жопа ли гнивая тихо в общем пользователь подписчик под ником 30 пробел 30 сказал мне с ним что до видео о том как кратами дина а вот зато медина добывать на данный блат вот он первый способ кстати есть еще 2 0 2 0 это тут тот кто пригнал мантикору точек 3 0 3 0 это первый способ но до него еще нужно докачиваться даже нормальный гамма самый первый способ с которым я столкнулся это выбивать кем лучше всего выбивать диноблад это конечно же обезьянки горилла сан тащит почему именно он томим птиера летим в лес находим горилку одеваем маскировочный костюм не обязательно и тернеловский но лучше тернеловский благо он стоит всего лишь кристаллы кристаллы вы до к этому времени уже добудете пока докачайтесь подходим горилле со спины томим его кормим-кормим томим его желательно кибалами кибалами просто быстрее и все соответственно горилла стан у нас есть почему он лучший здоровье много урона дофига и томится с руки чем не лучший вариант добывание диноблад конечно же самый лучший вариант дальше делается все легко и просто так сказать все по фальшую идем в лес а именно в лесу вы увидите больше всего всякого всякой нечисти назовем так блин от был игру перезапустить кстати я здесь борта чатомился окса телепорта надо брать нафиг мне тут нужен вот бегаем по лесу ищем всякую нечисть к примеру ты нечисть ты 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 тернел на ты тернел ты мне не дашь да ну давай потестим ты же вроде бы мне только кристалла дашь но опять-таки они его дай на блат пожалуйста две копеечки но все уже дай на бат я получил кстати почему горилла санта щит он лутает он подбирает автоматически подбирает а вот с пучка говно чпоник рыба наверное нет не рыба не знаю даже что он подбирает лут с динозавров лут с динозавров и в этом плане нам не нужно постоянно спрыгивать и лутаться также можно от первого лица бегать и такое ощущение как будто вы сами по себе бегаете поворачиваются он моментально и без проблем то есть просто включаете от первого лица и погнали 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 без лишних заморочек бежим и все то есть но единственное исключение мешает скаме снесли камень мешается верю ох смесь не дерево конечно есть минус он постоянно останавливается сранать и меня это раздражает кстати вот сраный говно весит метро аддоны если убивать элементарий то толку от этого чутка будет маловато так как дают нам только кристалла но опять-таки же кристаллы нам дают инструменты и починка инструментов так что тоже порой есть смысл и горилла сам нам дает при этом очень огромное преимущество так как мы можем давать еще и их самый легкий вариант это конечно раскачаться на элементарях а потом идти искать или фачей альфа просто супер не пожалейте возьмите себе регенерацию пушин и как говорится проблем вам не будет кстати лучше сразу же вот эти предметы скидывать так есть такие твари которые просто-напросто пруд ну вы знаете о ком я курю пигмас так задолбанные в общем суть дело в чем бегаем ищем от фачей да мы же же раскачались и настолько сильны что готовы убивать эльфачей это означает ничего сложного в этом нету именно так я добыл немало количество около 300 крови пока я бегал искал животных к для там и линия и убивал эльфачей которые которые на меня пытались напасть и я шнептер я не могу взлететь соответственно приходится убивать в этом плане ничего сложного нету кстати можно изобрести на болото и спокойно убивать вот про этих тварей я говорю и шуток скотина лёша лупу верни козлина так вовле что на стекло на месте отлично козлина и шоу создавать лень вот если в не альфа ну не вижу смысл убивать зачем мы убивать того кто вам по сути не опыт и не принесет не ресурсов так ладно сейчас уже альфача найду какого-нибудь и я даже примерно знаю где его искать а вот на тебе это уже чем быть выбил да уж решил вылезти из нуб центра и побегать на горилла стане в зиме чуть не решился горилла сана да уж в общем eternal гиг был и но сначала оглушил его за один удар и соответственно меня убил за один ударом ну да ладно такс хилочка пробудить тебя ты нечем на базе все находится очень благо мантикурка есть ну да я бы горилла бы завалил бы своими альфачами это бы не проблема но как видите в зиму чутка оказалось все таки рановато я сунулся кстати лайтнингов вообще нет смысла убивать лайндингов поясанов еще раз повторяю просто так без надобности нет смысла убивать не портите людям мою игру потому что я к примеру как я уже говорил поясана искал 40 минут и кое-как его нашел в общем пробуждение нужно делать срочно гориллу гориллу сусану так называть как вы уже поняли собственно это вторая точнее уже третья часть добычи ресурсов когда вы развиваетесь нечто больше прикольная картинка нечто больше и уже хотите добывать больше ресурсов в данном случае больше крови то тут без вариантов вам нужно томить какого-то большого динозавра до доминоса уже как вариант а вам уж вполне подойдут оглушается нелегко так как здесь в целом вот он несложный и лошара я забыл хавку ай подожди-ка у меня там еще этот сумка так ладно да в общем мир не без пидорасов по другому это не назвать в общем а суть то дело в чем меня второй раз сейчас завалили там альфа гига прискакал и когда я уже пришел гига здесь валяется и угадайте чё сперли инструменты трубу теле телепорты мучительно стекло должно быть в этом вот такие вот ублюдки и самое главное никто ничего не написал просто как последняя пидорастия сперла по другому и таких людей не вижу как называть ну да и ладно с убогими дебилами которые не способны даже телепорт себе на телепорт себе заработать как говорится на убогих обращать внимание не будем дальше что такое вечно за эти крылья цепляюсь в общем да блин вот у меня чё в мантикоре раздражает если честно это невидимые крылья то есть крылья то не как бы видимая но как видите пройти через них чутка невозможно отлично вот в общем как я уже сказал как немножко не такая серия получается как задумывалась очень много лишней информации здесь рассказываю но зато мы знаем что есть конченые ублюдки у нас на сервере которые даже способные бомжи инструменты и три плашки телепорта спереди вот такие вот дебилой да в общем о чем я не имею ввиду когда вы добывает только принатомите гориллу то дайна платка для вас уже открыто то есть вы можете спокойно добывать и самое главное не нападайте на зеленых почему у меня сейчас получилось такая вот история потому что у него у gigi не отобразился цвет я думал это обычная giga подхожу в упор смотрю цвет меняется и собственно сразу же меня убивает ну вот ты лица все легко и просто ёб твою налево вот но когда ты штирьма кусок ты тупая обезьяна как меня эти все раздражают созданием но сто процентов сейчас не улетит идти на базу когда вы уже притомили на я сказал не летит потому что тупая обезьяна не хочет улетать ни одна причем обезьяна не хочет улетать я не знаю что разработчик мода сделал с этим не так когда вы уже наиграетесь так сказать с обезьяной и уже поймем понимаете что дальше нет смысла возиться так как убиваешь а господин убиваешь одного альфа чай и толку с него мало потому что ты будешь убить только маленького каком-нибудь альфа чан а с него маленький соответственно дроп идет и начинаешь задумываться о том чтобы убивать каких-то больших и вот тут уже начинает вот пожалуйста еще дальноват тут уже начинает взор поступать на альфа чай до праймов и тут конечно стоит выбрать сделать выбор для начала в пользу маленьких когда я докачивал альфа рекса мне было неудобно всякая мелкая сволочь по простому говоря подбегает под ноги и я имею ввиду дело фазавра пигма с таксом и они начинают бить тебя бить тебя колупают колупают и просто просто мешает ты начинаешь отходить и они продолжают то есть это надо либо скорость вкачивать чтобы быстро бегать так как я ничего не трогал здесь как было так и осталось либо же на все таки искать маленьких я себе поставил приоритет брать именно маленького этого в данном случае саблезуба правим саблезуба либо просто без ул почему во первых у него и седлом это дополнительная броня и соответственно лучшее выживание вот а во вторых он маленький и соответственно мелкая мелкую сволочь он будет убивать на ура то который будет мешаться вас под ногами но и альфа че при этом он будет хорошо убивать конечно не спорю вот взять допустим мой арсенал да у меня есть альфа гигант петеком два штуки одинаковые раскачки я бы так сказал бы но по факту нет у них идет дамаг у самца дамаг больше и здоровья больше у самки дамаг меньше здоровья меньше но они за 1000 левел 1019 лавал и у них еще на узы то есть если я допустим а захочу пойти на боссов я говорю короче пошли за мной и у нас будут еще идти на семейные усы что это дает это дает защиту броню броню и атаку увеличивает что тем самым ну и конечно же да дополнительный урон дает тем самым а муж я себе буду увеличивать выживаемость я конечно это не тестил но это сто процентов сработает суть в чем когда вы уже не играетесь и на таких альфа чах уже переключайтесь на больших можно пропустить этот маленький эффект и сразу же переключиться на доме носов томить доме носов не так уж и сложно к примеру вот этого доме носа стомили с одной бочки любой любой абсолютно самый мощный даже динозавр оглушается одной двумя бочками максимум двумя бочками обычного птера поясом птера то есть ничего сложного в этом нету и единственная сложность это их найти и все-таки пережить и ударить эту бочку потому что можно попасть случайно под удар и в итоге бочка будет не ты ударишь бочкой а по тебе ударить бочкой и все как видите ничего сложного нету и самое главное когда убиваете альфа чей альфа чение альфа чей неважно у вас идет дробь вот дробь этот конечно стоит того как минимум из-за тех самых той самой так сказать крови а также на также 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 под к примеру пика есть дротик есть ну конечно вот этот дурочку берем green tool сам основной конечно это дает пика сами понимаете из-за чего то есть чем мощнее пиком тем больше она даст кстати по сути можно на пиках я теперь понял из-за чего помните до обновления у нас было автоматически добавлялась пика в инвентаре теперь понял почему ведь убрали и автоматически не добавляют ой удалено вот супер называется ну ладно умею все равно тьма туша в общем вывели пику как говорится и морковскую и нет проблем я показал способ на поздних этапах развития показал способ на ранних этапах развития это самой гориллы маленького лава так сказать маленький гориллы средний этап и уже высший этап это доминус либо гринделка на гринделка кстати самый легкий вариант все то есть ничего сложного в этом нету я не знаю есть у кого-то еще и после этого ролика останутся вопрос о том как же все таки добыть дайна было то вы дерьмо смотрели ролик потому что ну сами видеть я не знаю зачем мне его столько много но она у меня теперь есть очень много всякого хлопа все на этом все сурбурная я забыл как от слова называется короче дебильная получилось немножко серия хотел не нам как-то скомпоновать минут на 15 получилось на полчаса еще и бегать не минут на 5 закадровый даже может больше а в общем на этом все не забывать подписываться на канал ставить лайки комментировать а еще ненавидьте всяких дебилов которые способны вместо того чтобы просто помочь спереть какой-нибудь хлам и думать что они наварились к примеру я сегодня залутал альфа прайм аргентависа смотрю тупо аргентавис труп валяется это лежит на земле думаю может оглушенный может получится притомить праймер аргентавис подхожу этот труп почти что разложился но я весь лут хватаю и шурчат чей труп тишина типа еще раз спросил кто чей типа это аргентавис праймер аргентавис помер тишина опять спросил ну ладно тогда лут оставляю себе написал то что я лут сохранил грудь он то я лут оставляю себе раз молчать учебли ладно 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 мы ответили а там было седло аргентависа вот и все собственно молчите так молчите я чем полдня сидеть и спрашивать у вас чей лут нет так нет в общем поэтому как бы в этом плане легко все и просто я спросил здесь же просто да нища сперла и сбежала он типа такой мне помог и мое обезьяна не убили да это то господи у меня альфа гигантозавр не убивал то моему мою мою обезьяну о чем идет речь альфа-рекс это вообще ни о чем так что козлы они бывают все точнее везде вот и неважно во что вы играете и возможно ваш друг этот самый в общем на этом теперь точно же все всем удачи всем пока всем счастлива и добра сам пока